Добрый день, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема — «Статус военнослужащего. Основные права и обязанности военнослужащего». Сегодня на уроке мы с вами ознакомимся с основными положениями закона Республик Казахстан о воинских обязанностях и статусе военнослужащих и правами обязанностей военнослужащих. Уважаемые студенты, дайте определение понятия «статус», как вы понимаете значение этого слова. «Статус» переводил с латинского «правовое положение». Сегодня на уроке речь у нас пойдёт о правовом положении военнослужащих. Военнослужащие могут стать некоторые из учащихся уже в ближайшие годы после окончания колледжа. Поэтому эта тема имеет важное познавательное и практическое значение. «Статус военнослужащих» — есть совокупность прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанности и ответственности военнослужащих, установленных законодательством Республики Казахстан. Вооружённые силы представляют собой составную часть государственного механизма, специально созданную для вооружённой защиты общественного строя, территориальности, ценности и независимости страны. «Статус военнослужащих» включает общие права, свободу и обязанности военнослужащего, как и гражданина Республики Казахстан, с установленными законами, с изъятиями, с ограничениями, а также его права и обязанности, ответственность, обусловленные особенностями воинской службы. «Статус военнослужащих» приобретают граждане, призванные на воинскую службу со дня издания приказа соответствующего начальника об убытии из местного органа военного управления к месту прохождения воинской службы, поступившие на воинскую службу по контракту со дня издания приказа командира начальников воинской части, учреждения о зачислении списки личного состава части, поступившие в военные учебные заведения на военные факультеты, если до этого не являлись военнослужащими со дня издания приказа начальника учебного заведения о зачислении списка личного состава учебных заведений военные факультеты, а при поступлении в иностранные военные учебные заведения со дня издания приказа руководителя у полномочного органа о направлении на учебу. Статус военнослужащих утрачивается со дня исключением из списков воинской части в связи с увольнением с воинской службы, окончании воинских сборов. Основные права и обязанности военнослужащих. Военнослужащие пользуются всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией и законодательством Республики Казахстан с учетом ограничений, определенных законами Республики Казахстан. Уважаемые студенты, обратите в статью номер 6 «Права и обязанности военнослужащих». Военнослужащие имеют право 1. Обеспечение за счет государств денежным довольствием. 2. На обеспечение за счет государств вещевыми и другими видами имуществ по нормам, утвержденным правительством Республики Казахстан. 3. На продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, добросовестное исполнение своих должностных обязанностей. 4. На охрану здоровья, условия службы. Статья номер 7 «Общие обязанности военнослужащих». Военнослужащие обязаны 1. Соблюдать Конституцию и другие нормативы, правовые акты Республики Казахстан, а также соблюдать требования общевоинских уставов. 2. Принять военную присягу в установленном порядке. 3. Точный срок выполнять приказы командиров-начальников. 4. Быть дисциплинированным, бдительным и не допускать разглашения государственных секретов. 5. Соблюдать условия контрактов о прохождении воинской службы. 6. При исполнении обязанностей воинской службы носить военную форму одежды с соблюдением правил её ношения. 7. Соблюдать требования выполнения норматива по физической подготовке, утверждённым руководителями, уполномоченным органам. Теперь переходим к заданию номер 1. Толстые и тонкие вопросы. Когда граждане приобретают статус военнослужащего? Что такое статус военнослужащего? Когда военнослужащий утрачивает статус военнослужащего? Приобретают ли статус военнослужащие лица поступивших в военноучебные заведения, если до этого он не является военнослужащим? Как обеспечивается военнослужащий во время воинской службы? Задание номер 2. Тестовые задания. Что с собой представляет статус военнослужащего? Из этих вариантов ответов вы должны выбрать правильный вариант ответа. Пункт Б. Что представляет собой общие обязанности военнослужащих? Республик Казахстан. Из этих четырёх вариантов ответов вы должны выбрать правильный вариант ответа. Пункт В. Что требует строго соблюдать в тексте воинской присяги? То же самое. Здесь вы должны выбрать правильный вариант ответа. Рефлексия. Уважаемые студенты, теперь я хочу узнать, как вы освоили материал урока. Вы должны ответить на указанные вопросы. Уважаемые студенты, спасибо за внимание. На этом у нас урок закончен. Жду от вас обратной связи на Платонус.